В редакцию программы обратился житель Омского района Омской области Дмитрий Козловский. Он утверждает, что его собаку убили. По словам мужчины, дротик с ядом выпустили в животное сотрудники компании по отлову бродячих псов. Дина в это время гуляла во дворе частного дома. В организации этот факт отрицают. Дмитрий написал заявление в полицию. Наш корреспондент Юлия Воробьева продолжит тему. Я предполагаю, что в этом дротике находится яд Аделин, который предназначен для эвтаназии животных. С Аделином собаку просто невозможно спасти. Она умирает за считанные минуты на руках. Так умерла и собака Дмитрия Козловского Дина. Верного друга выстрелили дротиком с ядом. Дмитрий вспоминает, накануне Дину выпустили во двор частного дома на утреннюю прогулку. После Дмитрий решил завести питомца обратно. Но на команды собака не отозвалась. Дмитрий обнаружил Дину под деревом на своем участке. Щенок был без сознания. В теле торчал дротик. Дмитрий вызвал полицию. Участковый сообщил, на территории поселка производили отстрел бродячих собак. 11-месячная Дина никогда не гуляла за забором. Жила в доме вместе с Дмитрием и его женой. На улицу во двор щенка выпускали три раза в день. Дмитрий уверен, в Дину выстрелили дротиком с ядом через забор. Они подошли к забору, как видите, он ажурный. И если собака гуляла здесь, она бегать может по территории, где угодно, просто выстрелили через забор. А за что убивать маленькую собачку, дворняжку, причем ухоженную с ошейником, я не понимаю. Дмитрию удалось выяснить, в тот день отлов животных производила компания «Альтернатива». С ней администрация дружинского поселения заключила договор на санацию, проще говоря, убийство псов. Поводом стала дворняжка, которая поселилась в детском саду под верандой вместе с щенками. Известно, что спецорганизация в тот день отравила собаку, а ее потомство оставила в живых. Мы связались с компанией «Альтернатива». Спрашиваем, почему их сотрудники убивают животных на территории частной собственности. На территории их дома этого не могло быть по той причине, что производился отлов без надзорных животных. Вы сами говорите, отлов, а их собака была убита. Ну, я вам по этому поводу ничего не могу сказать. Зачистку территории поселка сотрудники компании вели вместе с работником администрации. Начальник хозяйственного отдела Николай Ткачев подтвердил, что ни во дворах частного дома, ни рядом с забором собак не отстреливали, не трогали псов и с ошейником. Щенка похожего по описанию на Дину Николай видел. Говорит, ошейника на собаке не было. Воздушку в дворчик вставляет собачку. Пульнули, попали. Она же не сразу упала и уснула. Она может бежать 20 метров, может и 300 метров. Она могла в дом, во двор забежать и все. А ту собачку, которую убили, я даже эту собачку знаю. Она была у ЖКХ на улице 60 леса СССР. А убежала она на улицу, по-моему, цветочную. В дротике был яд Аделин, утверждает Дмитрий Козловский. Еще четыре года назад Куйбышевский районный суд запретил компании «Альтернатива» при отлове собак использовать это вещество. Мы связались с правозащитником Игорем Пушкарем. Он рассказал, что привлечь подобные организации к уголовной ответственности практически невозможно. Согласно 137 статье Гражданского кодекса, животное является имуществом. Из-за повреждения либо уничтожения имущества предусмотрена гражданская ответственность. Согласно статьям 230-231 Гражданского кодекса, лицо, задержавшее безнадзорное животное, обязано предпринять меры к поиску его владельца. Распорядиться судьбой этого животного можно только поиск в течение шести месяцев с момента отлова. Дмитрий Козловский написал заявление в полицию. Сейчас в ведомстве проводят проверку. Тело любимого пса хозяева до сих пор не захоронили. Ждут результатов и направления на экспертизу трупа Дины и дротика, чтобы доказать, что друг семьи был убит запрещенным препаратом. Мы будем следить за развитием этой истории. Если у вас есть проблемы, звоните в редакцию. Телефон 308-058. Попробуем разобраться вместе.